на втором этаже можно подслушать очень интересный разговор блин как же много деталей майни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала kingdm называется эти истории в рдр 2 раскрылись спустя 5 лет видео только вышло а давайте же посмотрим за историю не раскрытых историй раскрыли три безумца среди то потратили пять лет своей жизни рассказывал про бедняжку гертруду про робота но это все были по сравнению с тем что им удалось разыскать история первая гигантская змея вы только начали играть в рдр 2 то вот на этой локации можно найти гигантскую змею висящую на дереве и многие говорят что это типа отсылка на кая из книги джунглей но нет даже не близко мы должны она живая вообще и как по соседству под названием этот маленький жуткий городок является отсылкой на реальный город из огайо под названием хэлдом что переводится как адский городок и поверьте мне лучше название не придумать все началось еще в 1975 году власти сша решили выселить отсюда всех людей чтобы основать национальный парк и понятное дело люди бастовали и многие отказывались уезжать или продавать удивительно почему люди не хотели уезжать со своих домов странно вообще удивительно ужасное случилось 1985 году это же самая компания которая топила за природу незаконно сбрасывала тонны токсичных отходов в этот район а и в результате оставшееся население городка полностью заболела неизвестной болезнью и все погибли в течение месяца но и это не самое ужасное полностью уничтожили местную церковь повернули кресты и начали рисовать и рисунки по всему городку а теперь вы понимаете в полной мере про мем про агайо ну и в игре вот такие надписи как держись подальше от чумы болен грехом и нечистые грешники а теперь вернемся к змее теперь когда вы знаете про став и про весь ужас этого городкам то можно понять что змея на дереве это отсылка на первый грех из библии змеи искуситель с деревом познания добра и зла где дьявол превратился в змею и убедил вкусить запретный плод а еще в отличие от всех церквей в игре у этой церкви нету креста что тоже отсылка на случай с погромом в церкви и стуни вторая стоп 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 вы знали что варфейс а я торпа кушать одобряема одобряема история вторая трагичная судьба найджела для тех кто не играл в игру объясню что в самом начале игры можно встретить вот этого молодого и прилично одетого парня который ищет своего друга или заряди на его усище по и коробке винно доброе утро слушайте вы не видели я ищу своего друга гэрина боюсь я не знаю никакого гэрина англичанин прекрасный парень он пропал без вести и теперь я совсем один удачи это прискорбно я себе место не нахожу да в ролике про бестолезную инфу я говорил что его друг это гигант по имени гевин но вы это оказался совсем другой гевин а другой другом смысле нет гигант будем встречать в разных городах в рдр 2 до самого конца игры а чтобы вы понимали начало игры это 1899 год а конец игры это 1907 год найджел его друга гевина уже 8 лет как вы можете заметить наш друг мягко говоря из прилично одетого парня стал выглядеть как бездомный который вообще не спит и по всей видимости но и походу так безумно полностью сошел с ума ведь во время нашей предпоследней встречи он говорит следующее добрый день я помню тебя слушай ты не видел моего друга гевина ты еще не завязал с этим да да это обернулась чертовой канителью я думал это займет 6 месяцев а теперь это оказалось семью или уже восьмю годами я бы прекратил это уже на шестой или седьмой день я ему уши оборву когда найду его нет шучу я люблю этого пацана чтобы гевин вы скажете rockstar просто добавили сумасшедшего ничего особенного а нет если вы решите его связать что у него можно найти секретное письмо он некого тома и сейчас внимательно обращайте внимание на те строчки которые я буду подчеркивать дорогой найджел я был так рад получить письмо от тебя приятель я не могу в это поверить два моих друга ты гевин парни с которыми я вырос теперь стали богатыми и успешными ковбоями в америке это невероятно молодец парень серьезно молодчина я знал что вы с гевином добьетесь успеха ну это же логично двое парней из старого доброго меден хида что в графстве бергшир теперь обрели успех в америке может я и сам к вам приеду раз уж вы добились такого успеха вы теперь оба богатые живете в больших особняках со слугами неплохо так и у вас устроили то а я помню когда твоим главным устремлением было выдать себя за лондонца и постараться обмануть тех шотландцев которых мы встретили у казарм забавно что гевин в своем письме вообще не упоминала ваш успех но он всегда был тихим малым я понял что его письмо было написано раньше в общем я за вас счастлив ковбой миллионеры мы по вам скучаем особенно твоя мама с тех пор как твой отец скончался она боялась потерять и тебя но она сказала мне что очень тобой гордиться даже мама гевина была рада она как обычно заметила что насчет тебя у нее особенных надежд не было но потом улыбнулась и сказала что всегда знала что ее мальчик возьмется за ум или что-то в этом роде беркшир навек твой приятель том ах да вчера на рынке я видел того парня брайана года он рассказывал про тебя очень странные вещи но я ответил что это все вранье он наверное сейчас кусает локти от зависти как вы догадались он найдет гивен это один человек как-то в реальной жизни это называется диссоциативное расстройство личности это когда у вас жизни происходит настолько ужасное событие что чтобы ее пережить вы придумаете себе новую личность новый образ новое происхождение и новое имя это обыгрывается во многих современных фильмах после того как обалдеть чего родителей бюса уэйна убивает на его глазах он придумывает себе бэтмена артур флег после того как узнает правду о своем детстве придумывает себе джокера ну что такого ужасного произошло с началом что он сошел с ума а на это нам дают ответ вырезанные детали из игры в игре должно было быть еще одно письмо где объяснялось что отец нашего на джо был фермером и как-то он взял плуг для лошади в аренду но увы в тот год случился не урожай его отец не смог расплатиться с хозяином плуга а хозяин решив что отец знать жила обманывает его и не хочет платить деньги убил его прямо на глазах у найджела и чтобы хоть как-то пережить данную ужасную ситуацию психика найджела придумала гевина еще один момент в письме что его друг в том говорит о брайане голде который рассказывает странные вещи скорее всего брайан просто издевался над болезнью найджела о том зная про болезнь друга пишет ему что тот просто завидует а в последний раз когда мы видим найджелом он говорит следующее почему-то он говорит типа то что вот ты гевин типа он например говорит от них как будто он знаком лично с ними с двумя я не совсем понял это письмо там написано так будто бы гевин и найджел от разные люди то есть как-то вот странно что-то вот что-то не как будто не сходится здравствуйте мистер я я ищу своего друга гевина для гевина и давно как он исчез а да пару лет пару чертовых лет я ищу его я даже не помню как он выглядит я ищу его но не знаю кто он жаль это слышать ага мне тоже мне тоже я потратил свою жизнь я потратил свою жизнь на поиске я искал но никого не видел я ничего не видел удачи он не знает как выглядит гевин ведь он и есть гевина просто его психика выключила гевина и наш найджел в долгих восемь лет ищет в надежде обрести покой история третья ну бедолага на самом деле карта капец придумай уже историю блин вот писать там сидел сын и такой давайте сделаем безумца и сделаем так чтобы у него трагичные столик капец не на круто за это мне нравится конечно подход и конечно да которая держит в руках панорамную карту со стрелками и изначально игроки связывали это с каким-то нло или же думали что стрелки указывают на пасхалку и даже нашли откуда был сделан этот рисунок а сделан он был ввод на этой горе и если присмотреться то локация одна и та же но если включить свободную камеру и полететь по координатам то мы точно попадем в разные города в rdr2 однако тайна оказалась гораздо проще и увы никакой пасхалки нет это отсылка на реальную табличку в городе в рок-сити и под названием посмотри 7 штатов которые указывают на 7 штатов америки даже локация в rdr2 точь-точь как в реальной жизни 4 это проще казалось вот так вот я помню года 4 назад смотрел ютубера рейнер где он проводил эксперимент что будет если убить шерифа но то что у шерифа есть грязный секрет я про это вообще не знал по порядку во второй главе валентайне шериф дает вам задание давай шериф рассказывай бенедикта обрейда и когда вы его поймаете и привезете его к шерифу шериф будет сидеть с марией картер и они мягко говоря будут растерянны господи я не думал что вы так скоро вернетесь мисс келтер уже уходит итак сколько вы предлагали 50 долларов вот спасибо мэм прошу тебя вспомни мои слова однако если вы придете к дому шерифа на следующий день а он живет на втором этаже можно подслушать очень интересный разговор блин как же много деталей мойра но не будь такой прошу тебя а какой я должна быть я же люблю тебя ты никого не любишь ни меня ни жену никого ты просто невыносимо невыносимо вот как я потратила на тебя годы я оказывается невыносимо ты тоже замужем иногда ты бываешь невыносимо невыносимо ты жалкая заносчивая провинциальная крыса короче изменщик фу блин и она тоже это знаешь крыса крыса которая мнит себя котом вот в чем твоя беда иди к черту который в конце заканчивая дужья что говорит о том что шериф задушил ее как вы поняли шерифт они от своей жены и это мария тайне от своего мужа встречаются и как выясняется из разговоров шериф обещал жениться на ней однако вскоре обманул про это можно узнать если связать шерифа и украсть у него секретное письмо от марии как вы понимаете этот шериф убийца владей подростки это на русскоязычном подростки история 5 изголодавшиеся подростки вот эти подростки подростки это на русскоязычном ютубе вообще нет видосов поэтому по порядку вы должны отправиться в воду обещаться все могут это нормально хижину если подойти к дверям то артур удариться об нее и можно подумать что дверь заперта но не в этом случае вам нужно снова попробовать открыть дверь и все же артур выпьет ее зайдя в хижину можно обнаружить жуткую картину два из голодавших до смерти подростков однако в отличие от других секретов здесь секретное письмо нужно найти ввод в этом ящике письмо от их мамы которая увы больше никогда не вернулась но из вырезанных людей насти что здесь целая миссия где вы проходя рядом с этим домом должны были услышать их мольбу о помощи артур должен был выбить дверь и отвести подростков шерифа блин жалко что этой миссии не было в итоге более трагичная история но почему-то рок-стар решили вырезать эту миссию из игры огромное вам спасибо за просмотр и надеюсь истории вам понравились ребята ссылка на оригинал в описании блин на самом деле сколько время сколько лет уже этой игре тоже и сколько еще находить будет в ней это круто это на самом деле круто это показать того насколько рок-стар заинтересована своими проектами это круто подписывайтесь на мой канал мне было бы тоже очень приятно а так всем удачки до скорых встреч всем пока